поэтому если же что-то вы поняли то пожалуйста не забывайте помните все что вы поняли и будет накапливаться ваше знание будет накапливаться ваше знание значит и так шавуатов всем хорошей недели мы находимся сейчас последняя неделя перед рошашина последняя неделя перед новым годом и очень важно именно войти в новый год войти в новый год очень правильно потому что вот эти вот два дня рошашина это как как мрт как ринден духовного состояния человека его духовного уровня и в зависимости от того как в эти два дня вот рошашина это будет суббота и воскресенье следующей недели Ближайшая суббота, воскресенье В зависимости от того, как каждый из нас В эти два дня будет Внутри настроен Будет судьба всего мира Это очень важно, потому что каждый человек в отдельности Это как микромир, это его мир Это его будущий год А мы все вместе складываем Будущий год всего мироздания Поэтому нужно очень сильно постараться Чтобы эту неделю Подготовиться и постараться Все-таки контролировать свои мысли Хотя это так сложно Сегодня у меня день начинается Вот кто-то на тебя начинает Некрасиво разговаривать, нападать Какой-то негативный человек Начинает с тобой Нападать на тебя Словами Как-то что-то происходит Сразу же все слетает Лично у меня слетает Сразу же все вообще Знание, что все от Всевышнего И что нет ничего, и только Всевышний Сразу ты видишь Вот человек на тебя нападает Враг, значит надо с ним бороться И все И сразу же включается Вот это вот мозг То, что называется мозг рептилии Внутреннее животное Вот это включается А у него три реакции Бей, беди, замри Все, физиология Физиология сильнее, чем интеллект Поэтому нужно Очень прям тренироваться Эту неделю Чтобы Быть вот в духовном Таком хорошем состоянии Чтобы в Рожа Шана прийти И чтобы Всевышний дал нам Всем хороший год Прямо здоровья Благополучия Мир в душе Мир с людьми Чтобы мы все Жили и благодарили Всевышнего Каждый день Вот Изучаем Мишли Для этого Мишли Шлома Бен Ха Мишли Шломо Значит Десятая глава Мы сейчас находимся В десятой главе Почему-то начинается Так же как начинается Вся книга Если вы обратили внимание Вся книга Начинается Первый отрывок Глава Первая Первый отрывок Начинается Мишли Шлома Бен Давид Мелох Исраиль Притча Шлома Сына Давида Царя Израиля Здесь опять Десятая глава Мишли Шлома Зачем еще раз говорить Что это притча Шлома Мы же знаем уже Что это притча Шлома Значит Прочитал я сегодня Такое объяснение Что Девять глав Это были Одна тема Что есть Божественная мудрость Есть хохма Всевышний Через пророков Нам передал Эту божественную мудрость И есть то Что называется Женщина чужая Женщина легкого поведения Это Идеологии Придуманные людьми Которые Совращают С божественного пути Совращают Значит Человека Вот была такая тематика Основная линия И там это шло Как повествование Каждая глава Была Много там Рассказывалось Про эту женщину Как она соблазняет Как она приходит Два типа Соблазнов Главных У У ложных идеологий Первое Это Соблазняет Что самое важное В жизни Это деньги Их можно получать Любым путем Главное Деньги Это алчность Что Царь Самон Сказал в первой главе Что Коль Каждый Каждый Алчный И жаждущий Наживы Это Это заберет Душу человека Или в физическом плане Он подимнет Или же В духовном плане Его Вся Его Вся Как бы Направление Мышления Будет посвящено Алчности И дальше В Экклезиасте Правда Он объясняет Что это все В пустое Теперь Второе Ецерара Второе Куда Соблазняют Все чуждые Идеологии Это разрешит разврат То есть Они говорят Вообще Ходи голый Будь нудистом Ходи Делай что хочешь Живи с кем хочешь Ходи на парады гордости Смотри Они же горды Все Все нормально То есть Есть два Основных Вот этих Вот Момента Куда Ведут все Чуждые идеологии Знаете Что если вас Куда-то Приглашают В какую-то секту Там все Закончится развратом Это проверено Перепроверено Да Все вот эти вот Секты Они в одну сторону Ведут Теперь Девять глав Царь Соломон нам Объяснял Вот эти две Две линии С десятой главы Почему опять Начинается Мишли и Шлома Притча и Шлома Чтобы нам показать Что начинается Новая Как бы Как новая книга И здесь Каждый отрывок Здесь нет Глава Что глава Идет Какая-то линия Какое-то повествование Здесь каждый отрывок Это отдельная мудрость Вот Каждый отрывок Это некая формула То есть Сейчас Очень такая Насыщенная Идет изучение И мы Я так подумал Что мы будем По пять отрывков Изучать Как раз Будем успевать И четкость Уже будем знать Что в следующем цикле В следующем месяце Мы будем начинать Каждую главу С шестого отрывка По десятый Потом с десятого По пятнадцатый Следующий месяц И так далее И так мы Примерно закончим Мишли Но глубоко Значит Первый отрывок Говорит нам Следующую мудрость Мишли и Шлома Это как было Вступление Притчи Шлома Бен Хахам И Самахав Сын Хахам Радует отца Сын мудрец Радует отца А сын грешник По вожделению Который Ну идет За своими вожделениями Тугат ему Это грусть Для мамы Мамы на грусти Да Теперь что мы знаем Папа Он должен Сына воспитывать Жестко То есть Что значит жестко Он должен его любить Но он Так как он отец И он воспитывает сына Он должен его Увещевать Его задача Перед сыном У него есть пять Обязанностей Перед сыном У папы Значит Папа должен сыну Говорит нам Талмуд Трактать эти души Лимало Сделать ему обрезание Вести его в союз с Богом Это папа должен сделать Потому что Маме сына будет жалко Она скажет Ну зачем ребенку Обрезание делать Ну это же маленький Все Это Теща вообще скажет Вообще не трогайте сына Но папа Должен Настоять Обрезание Если мальчик еврей Должен сделать ему обрезание Ливдото Он должен его выкупить Это заповедь на отце Выкупить Если это сын первенец То нужно его выкупить У Коина Потому что Коины сейчас стали Служить вместо первенцев Вообще Каждый первый сын В семье должен был Быть священником Но потом Священниками стали Коины Значит Вторая заповедь Ливдото Дальше Лиламдо Тора Папа должен сына Обучить Торе Дать ему Вот эти вот Основы жизни Как жить в этом мире Значит Дальше Он должен его Лиламдо Уманут Научить его профессии То есть дать ему то Чем он будет честно Зарабатывать на жизнь Лиасио Виша Найти ему жену Женить его В лиламдо Схия Это как плавать Да То есть Научить его выживать Научить его тем знаниям Которые помогут ему выжить Это обязанность Папы Теперь Если сын Хахам Если он учится у Папы Если он хочет работать Если он хочет учиться Если он идет в этом направлении И двигается за Обучением Папы Значит Он этим радует отца Но есть сыновья другого плана Сыновья другого плана Это для которых Их животные побуждения Они сильнее Чем их разум И очень часто Мама По своей доброте душевной По своей Склонности Склонности инстинктивной Она провоцирует в ребенке Как бы этой жалостью В кавычках Да Ой ты такой маленький Ты такой нежненький Ты такой не сиди Там не ходи Не вставай рано Сыночек Ты такой золотой Сиди дома Не тренируйся Не то не сё И она его воспитывает так Что он потом остается дома Он становится грешник По вожделению Он не может победить Свои вот эти вот вожделения Хочу кушать Хочу спать Нету сил Хочу кушать Хочу спать И это грусть мамы Это грусть мамы Это грусть мамы Потом мама конечно Грустит Что сыночек Оказался такой вот Не мужественный Не жесткий Да Но Как бы здесь вы видите Какая палка о двух концах Что если Отец создает сыну Жесткую такую жизнь Да Встать Утром Рано Как в армии То появляется Сильный характер У сына А если мама О нем заботится И она к нему нежная То То появляется Слабый и изнеженный ребенок Непонятно Что лучше Сидит он потом с мамой Мама огорчается тоже Мама смотрит Что он такой оказался Значит Слабенький такой Да Кого она обвиняет Потом Папу обвиняет Ты виноват Значит Понятно с этим Да Подумайте Вадуайте Как воспитывать Других Как воспитывать себя Я слышал Очень такую Красивую фразу Что Сильный характер И легкая жизнь Это две Противоположные вещи То есть Или у тебя Сильный характер Который вырабатывается Когда у тебя Тяжелая жизнь Или у тебя Легкая жизнь Но тогда у тебя Слабый характер И любые сложности Ломают Вот и думай То есть Нужно Дозированные сложности Они помогают Расти И развиваться Дальше Второй отрывок Не помогут Сокровищницы Злодею То есть Сокровища Злодею Не помогут От сдака Милосердия Помощь Помощь Бедным Спасают От смерти Значит Логика Человеческая И как живет Общество Говорит нам Точно наоборот Человек Богатый Он вроде бы Защищенный Человек Который Помогает Другим Который Раздает Нацдаку Который Делает Добрые дела Он вроде бы Незащищенный Теперь Как оно В жизни происходит Вот человек Копит Деньги И думает Ну если я заболею Я заплачу врачам Если я Значит Нарушу закон Я дам взятку Если я Значит Что Попаду в какую-то Неприятность Я откуплюсь Теперь Все происходит С точностью Наоборот Человек Который Копит Деньги На него Начинают Нападать Бандиты Преступники Налоговое Государство И так далее Деньги Дают ему Возможность Потакать Любым своим Слабостям И Жить Нездоровым Образом Жизни С переходом Границы Совсем Нездорового Алкоголь Наркодики Там и так далее То есть Получается Что Сокровища Не помогут Злодею То есть Если он Злодей У него Склонность Козлу То это Как сорняк Который Начинают Удобрять Знаете Как Деньги Это как Энергия Они Они Пробуждают Человеке Все хорошее Все плохое Если он Злодей То есть Его система Координат Она Неправильная То Деньги Это как Они Просто Как Удобрение Бросать на Сорняки Сорняки Они Съедают Тогда Все Теперь Цдака Это Главное Проявление Милосердия Человека Которая Которая Делает Его Незлодеем То есть Подход Человека Который Хочет Давать Другим Хочет Помогать Он Другой Вообще Ко всему Другой То есть Его Жизнь Она Совершенно Поворачивается В другую Сторону И Цдака Она Спасает От смерти Действительно Спасает И от Духовной Смерти И от Физической Приводится История В Талмуде Про Раби Ативу Был Такой Величайший Мудрец Раби Атива Которому Сказали Звездочеты Что Дочка Его По Судьбе По Гороскопу Значит Дочка Его Умрет Во время Свадьбы Не написано Он ее Предупреждал Не предупреждал А описывается История Что Дочка Во время После Свадьбы Она Значит Когда Ложилась Спать Она Сняла У нее Была такая Как шпилька Большая Которая Держала Прическу Как Палка Большая И Значит Она Эту Палку Воткнула Раньше Были Стены Каменные Как в Старом Городе В Иерусалиме Она Выточила Эту Шпильку И Воткнула Ее В щель Между Камнями Чтобы Там Она Побыла Утром Когда Она Проснулась Она Выточила Эту Шпильку И Оказалось Что Она Шпилька Прямо В Эту Ночь Свадьбы Раби Атива Ее Спросил Дочь Что Ты Делала На Свадьбе Как Ты Удостоилась Что Ты Осталась Жива Она Говорит Я Вчера На Свадьбе Все Танцевали Я Увидела Один Бедный Человек У него Не было Приглашения На Свадьбу И Он Сидел В стороне Бедняк Какой-то Голодный Я Ему Отдала Свою Еду Отдала Ему Свою Еду Раби Атива Привел Этот Отрывок Из Мишле Он Сказал Не Помогут Сокровища Злодею Дздака Спасет От Смерти Именно Дздака Спасает От Необязательно Давать Дздака Это Любая Доброта Выраженная Доброта Которая Ты хочешь Помочь Другому Человеку И принести Ему Пользу Радость Добро Есть История Как Группа Равинов Приехали В Аргентину Огромное Количество Кошерного Мяса Идет Из Аргентины Там Много Мяса Оно Очень Хорошего Качества И Есть Огромные Мясокомбинаты В которых В соответствии С законами Животных Режут Проверяют И Значит По всему миру Рассылают Это мясо Для того Чтобы получить Разрешение На кашрут Приехала Группа Равинов Из Израиля Которые Проверяли Этот мясокомбинат Значит Чтобы все Было В соответствии С очень Строгими Законами Кашрута И вот Они Где-то Неделю Они проверяли Этот новый Мясокомбинат Большой Который Хотели Откошировать И Они Ходили Там Группа Равинов И вот Они Однажды Уже Заканчивали Они Там В последний День Свою проверку Выходят Они Из этого Мясокомбината И тут Охранник Который На выходе Сидел Им Говорит Извините Пожалуйста Говорит У вас Одного Не хватает Одного С вами Нет Те Говорят Как Кого Нет Начали Смотреть Да Действительно Одного Равина Нет Пожилого Бросили Начали Его искать Нашли У него Инфаркт Который Он там Проверял И инфаркт Никто Не заметил Что его Нет И вот Этого Охранника Потом Спрашивают Вызвали Скорую Спасли Этого Равина Спрашивают А как Ты Увидел Что Его Нет Ведь Мы Вместе С ним Были И мы Не заметили А как Ты Заметил А он Говорит А вы Знаете Вот Вы Уже Здесь Неделю И только Он Единственный Со мной Всегда Здоровался И прощался Когда со мной Никто Не попрощался Я обратил На это Сразу Внимание Вот Так Вот Здака Милосердие Спасает От смерти Вот Яркий Пример Как Спасает От смерти Третий Отрывок Видите Тут Сейчас Идут Каждый Отрывок Отдельная Мудрость Третий Отрывок Не Оставит Голодным Бог Душу Праведника В Ават Решаим Идов И Имущество Ават Это как Имущество Вот Накопленное Все Злодеев Оно Сдуется И Исчезнет Как Как и Не было Его Да Значит Как Это Работает В Тот же Равицкак Зильбер Захран Цедик Левраха Эта История Про него Самая Мне Непонятная Вот Самая Таинственная Магическая История Равицкак Зильбер Зацаль Он Захар Цедик Левраха Он Сидел В тюрьме С 50 Года По 1953 Год В России В Советском Союзе Он сидел В тюрьме И вот Значит Он В тюрьме Так как Он Кушал Всю жизнь Только Кошерное И он Не мог Есть Некошерную Еду То он Все эти Три года В трудовом Лабере Он Кушал Только хлеб Сухари И пил Чай В столовую Он не заходил В столовую Он не ел Все три года И вот Значит Был он На сухарях На чай На каком-то Таком Подножном Корме Но Не ел Никогда В столовой Три года Теперь ему Выходить из ладеря Выходить ему Из ладеря Он А каждый месяц Они подписывали Ведомость Что это же был Трудовой ладер Их трудом Лечили Исправляли И у них Было В ведомостях Запитание С них Вычитали Запитание За то что Их охраняли Они сидели в тюрьме Было написано Что их охраняют И он говорит Ну хорошо Вы меня охраняли Когда выходил Охраняли Но я же не питался Весь ладер Свидетели Мы живем в советском государстве Все должно быть честно Значит Мне вот эти деньги Которые Вы с меня вычитали На питание Верните Значит Они вообще Такого никогда не было Чтобы кто-то Выходя из ладеря трудового Просил деньги за питание Значит Они говорят Как Он говорит Ну Мы же законное государство Законное Значит Верните деньги В общем Он 36 инстанций Он писал письма И доказывал Добивался Чтобы ему вернули деньги И когда он вышел из ладеря Он вышел с огромной суммой денег За питание За три года Ему Выдали деньги На выходе С трудового ладеря За то что Он работать работал А питаться Не питался И он вышел С пачкой денег И Я лично Я спрашивал Я запомнил Его ответ На всю жизнь Он Я говорю Равыцкак Зачем вы это сделали Ну зачем Он не был Алчный Жадный И так далее Он говорит Из них Говорит Эти деньги получить Было тяжелее Чем из этой плитки Так на плитку Показывал Вытащить мед Выжать мед Из этой плитки Говорит Это легче Чем из них Было получить деньги Теперь Почему он это делал У меня есть только предположения Но Он жил всегда по Торе То есть для него Жизнь была не Не реальность С которой он взаимодействовал А у него было Все время Был он и Всевышний И все остальное Это была Как бы маска Всевышнего Да То есть мир этот весь был Это разговор Бога с ним Я думаю Мое предположение Что Когда народ Израиля Был в рабстве в Едипте То Бог Когда Говорил Аврааму Что будут твои потомки Рабами в чужой земле Их будут угнетать А потом они выйдут С большим имуществом То дела отцов Знак для сыновей И Равискак Он мог воспринять Это как Как Некая программа Которая Ну которая работает В реальности Поэтому Три года Его угнетали Ни за что Работал он ни за что Он не сделал Никакого преступления И три года Его несправедливо Угнетали Значит Если народ Израиля Несправедливо Угнетали в Едипте И они вышли С большим имуществом Значит он посчитал Может быть Это мое предположение Что Они выйдут Он тоже выйдет С большим имуществом Он написал письмо Тридцать раз Его разослал То есть Настойчивость И вышел Принес семье Деньги За три года работы Представляете Такая была история Значит Но он смеялся Когда об этом рассказывал Важная деталь Это не было Я сегодня Там с утра С кем-то Как бы Разговаривал То есть Я посчитал Что несправедливо Со мной поступили И я был Я прям разозлился А он не злился Он это делал Как смех Как игра Как Ну то есть Не было в нем Вот этого Вот Такого гнева Теперь Цадик Всевышний найдет Как Цадику Дать Дать Возможность Выжить Тут написано Не 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 будет голода Душе Цадика Да Душа имеется ввиду Животная душа Цадик не будет Испытывать голод Действительно Есть человек Вот я Много раз наблюдал За такой картиной Что человек Кушает 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 Ест целый день И он голодный Он реально не может насытиться То есть Он столько кушает Вообще Есть человек Который кушает Один раз в день И он сытый А может День не кушать И тоже не испытывает голода То есть Вот это вот Ощущение сытости И количество еды Которая человеку надо Это очень Как сказать Очень Двигающаяся Система Потому что Те люди Которые много кушали Потом Они делают Например Операцию на желудок Им там Ставят какое-то кольцо Они начинают Мало кушать То есть И через какое-то время Они привыкают То есть Вот это вот Количество еды Которая человек ест И чувство насыщения Оно регулируется Какими-то Очень многими Многими Факторами Параметрами И в первую очередь Включая волю Всевышнего Поэтому есть В Торе Такое указание Что будешь есть Вахальта Весавата И насытишься Убарахта И благословишь Бога Именно Когда идет нам указание После еды Благословлять Идет в таком порядке Покушаешь Насытишься И благословишь Уже само вот это Является благословением Потому что Можно кушать И не насыщаться А можно попить водички И насытиться Так здесь написано Не будет голода У цадика А злодеи Всех Всех насыщения Накопления И так далее В итоге Все это Сдувается Четвертый отрывок Значит Бедность Делает Обманная рука То есть Тот кто обманывает Он в итоге Создает бедность Себе То есть Человек который Создает Обманывает Ему кажется Что он Вот он сейчас Вот он сейчас Чуть-чуть выиграл Сейчас чуть-чуть выиграл Сейчас чуть-чуть выиграл В итоге он проиграет Бедность Создает рука Обманная Выяд Харутсим Рука прилежных Она их Обогащает Харутсим Это прилежные Люди Которые Работают Предприимчивые Но они У них принцип Все делать честно Не обманывать Чужого не брать Ни с кем Не То есть Зарабатывать Своим честным трудом Никого не обманывать Но быть Харутс Харутс Это Такое Знаете Вот есть люди Они честные Но они не Харутсим И они Не разбогатеют То есть Они не любят Работать Они У них нет Вот этой Вот намерения Работать Зарабатывать Создавать И так далее То есть Есть Человек Я наблюдаю Просто как Разные люди Приезжают в Израиль Вот сейчас Очень много людей Новые репатрианты Приехали в Израиль Кто-то Он без остановки Инициатива Тут Там Здесь Работает Там Работает Тут Подработка Тут он Просит Тут он Учится Тут он Помогает Тут он Сам Кому-то Помогает То есть Это называется Харутс Он честно Но очень много Работает И очень много Пытается Новых вещей Сделать Дальше Идет Следующая Формула Следующая Формула Идет На этот же Как бы В этом направлении Про деньги Огер Бекайц Бен Мастиль Значит Собирает Летом Сын Мастиль Это сын Умный Да У кого интеллект Работает Нирдам Бакатир Бен Мавиш И Дремлет Во время Жатвы Сын Позорящий Родителей Да Образно Ну не образно Так написано Бен Мавиш Сын Позорящий То есть Есть сын Какой-то Мастиль Есть сын Позорящий Вот у меня Есть На глазах Трое детей Да Я вижу Как они Как они Относятся К учебе Как они Относятся К работе Я вижу Что У каждого Есть Свой подход Да И есть Например Люди Дети Подростки Которые Они Реально Такие Работяги Да То есть Работяги Учатся Встают Рано Все Стараются Чтобы все Было У них В порядке Это Называется Бен Мастиль Сын Интеллектуально Развитый Да Который Понимает Что если Он не Сделает Правильные Вещи У него Жизнь Ничего Хорошего Не будет А есть Которые Такие Небохи Все Получается Все Они Не знают Как Все Они Пытаются Съехать Чтобы не Сделать Отдохнуть Больше Полежать Посмотреть Под это То есть Конечно Они Такие люди Себе Очень сильно Вредят И Было бы Отлично Конечно Человеку Который В себе Это заметил Изменить Со стороны Такого Человека Очень Сложно И Вот Тут Очень Важно Очень Важно Каким То Образом Вот Знаете Как Есть Известная История Сейчас Не Вспомнилась Была Одна Женщина Которая Лежала Дома И за ней Ухаживала Ее мать И она Не могла Ходить Она была Вся больная Из себя И так далее И вот Ее мать Пожила Всю жизнь За ней Ухаживала Та Все время Жаловалась Не могу Не могу Не могу И в этом Мать была Пожила И как-то Мать умерла Все Закончился Ее жизненный Путь И та Которая Лежала Годы Десятилетия Она лежала Дочка Не могу Она день Полежала Два Полежала Кушать Хочется Мама Мама Нету Мама Умерла Мама Она значит Встала Уже Она не ходила И пошла Сделала себе Кушать Начала Встала Начала Работать Начала То Начало Все То есть Очень часто Вот То состояние Беспомощности В котором Человек Находится Это Выученная Беспомощность Которая Имеет Очень Выгоду Для того Человека Который Себя Объявляет Его Вот Эту Слабость Которая Является Для него Способом Вытаскивать Из других Людей Все Что ему Нужно Вот Поэтому Как тут Поступать Надо Световаться Во всем С раввином Дальше И последний А все Да На сегодня Мы остановились Здесь есть Еще один Пример Пятый отрывок Вот на этом Мы закончим Как раз Пятый отрывок Все комментаторы Говорят Что это Не только О О материальном Но и о духовном То есть Бен Маскиль Интеллектуальный Сын Вот этот Который Собирает 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 Он Учит И повторяет То есть В учебе Самое главное Это повторять И повторять Никто не хочет То есть Повторять Не любят Не Да Дай мне что-то Новенькое Дай мне что-то Интересненькое Не Я уже Пять лет Мишли Учу И я не знаю Мишли То есть Зачем мне учить Что-то новенькое Интересное Если я Наизусть все же Ты учил Не помню А ты уверен Что ты действуешь Так как ты учил Надо действовать Уверен Что нет А ты Веришь Что Мишли Притча царя Асамона Это самая Великая мудрость Божественная Которая И должна Определять Твои решения Действия И поступки Верю В полной верой Верю Что я хочу Мыслить Так как написано В Мишли Так зачем мне учить Новое Мне нужно повторять 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 Тот кто Сеет И не повторяет Похож на того Кто Тот кто Учит И не повторяет Похож на того Кто сеет И не собирает Урожая Вот это как раз Комментарий На этот отрывок То есть Учить И повторять Это то Что позволит Запомнить Правильные вещи И лучше Одну правильную вещь Повторять Запомнить И жить В соответствии с ней Чем каждый день Смотреть Что-то Тифток Вау Такая мудрость Вообще Вау Вот этот Сказал Вот такую вещь Ну сказал Он сказал Он то сказал А ты то не знаешь Поэтому лучше Учить Мишлей Притчи царя Асамона И строить Свою жизнь В соответствии с этим Все Напишите пожалуйста Свои три вывода Что для вас Открылось Сегодня И повторяйте В течение дня Повторяйте То есть Это очень важно И остерегайтесь Негативных людей И тренируйте В себе Вот это вот Качество Не Не включаться В чужие Негативные истории То есть Есть вы Ваш внутренний мир Есть чужие Какие-то люди Которые Которые Живут в негативе Очень важно Не давать Им управлять Вашей жизнью Не быть реактивными И С Божьей помощью Будет все хорошо Все Желаю всем Подготовиться Хорошо Кроша Шана И удостоиться Ктивава Хатима Тува Что вас записали И запечатали В хорошей книге Жизни Благополучия Здоровья Хорошего настроения Счастья Денег Достаточно Чтобы было Достаточно На все ваши Правильные нужды И хорошие дела Все До завтра Встречаемся завтра С Божьей помощью Блинайдер Блинайдер Без обета Встречаемся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...